Вообразим, что как-то в православии епископы священства возродились, что к нам из Византии еще мощей не сплавили, писание в монашестве еще не извратили. Вообразим, что так вот и дошли до наших дней с апостольской верой, и все на проповеди надрывают жилы, на благовестие и стращивают нервы. Воображения не хватит, Боже мой, повсюду шум шагов евангельских героев, насиновались петь наш патриарх с женой, женился он на дочери Петровой. Воображение с испугу оживает, заглядывая в мыслях всех евангелистов, как церковь проповедников рождает, по-русски стали петь, Христу молиться. Вообразим, разгрузка началась от прошлых, нынешних и всех канонизаций. Тоталитарная в монастырях сменилась власть, евангельские строки, порчей не касаться. Воображение, образ первозданный, творит который отче июгова. Зашевелиться, с лазарем восстанет, провозгласит запрет, отнюдь не жить во гробе. Воображения не хватит, помолюсь, иное государство, все иное. Не народилась юродивая лжесвятая Русь, а на болотах ни один роман не ноет. Вообразите, все на мелком сити. Просеивает Библия не Иоанн Хронштадтский. И тело храм не корм монашеским москитам. Синод в командировке с евангелем в штатском. Воображение кончилось. Картина наяву. Лишь храмоздательство пустое и во вред. Разлив греха и трупы вниз плывут. И вместо благовестия обредоверие бред 18 марта 2005 года.